продолжаем изучать пайкют в этом уроке мы сделаем простенькую программу у которой будет кнопка стандартные кнопки которые там мы нажимаем windows и там ok cancel вот примерно такая же точнее не примерно точно такая же вот там будет кнопка в нашей программе и по этой кнопке будет выполняться действие значит действие будет такое программа наша закроется вот но просто такое действие для примера чтобы понять как работает вот такой механизм так ну что же значит я нахожусь на сайте wikipiton.sum документации введения в среду пайкют 4 очень хороший сайт очень хороший мануал все коротко ясно рекомендую ознакомиться отсюда вот и возьму вот этот вот пример с кнопкой ну чтобы самому не писать лучше вот взять уже готовенькая так значит вот у меня запущенный clips здесь каркас простенькая программа которая просто вводит окно на экран пустое больше ничего не делает вот сейчас мы в эту программу добавим кнопку так чтобы добавить кнопка нам нужно вызвать вот такую команду значит есть такой объект в кьюте q push button который отвечает за создание кнопки после того как мы вызываем этот q push button то кнопка создается объект кнопки значит в эту вот функцию в конструктор q push button нужно передать два параметра первый это текст который будет написано кнопку на кнопки вот а второй параметр это указатель на объект которому эта кнопка будет относиться то есть мы создаем окошечко и кнопка будет в этом окошечке то есть вот именно это окошечко это вот тот объект которому будет наша кнопка относиться так ну ладно давайте запустим так значит смотрим кнопка появилась я на нее нажимаю ничего не происходит так и должно быть так закрываем давайте вот изменяю текст запускаю видим что текст изменился отлично так теперь возвращаем close ну почему close потому что по нажатию этой кнопки наша программа будет закрываться так значит второй параметр давайте запускаю видим что кнопки нету на самом деле она создалась потому что мы вызвали конструктор то есть ошибки никакой не возникла вот только эта кнопка создалась непонятно где вот то есть мы не указали какому объекту ее нужно привязать и поэтому она где-то создалась и мы не знаем где поэтому мы четко указываем что вот именно к нашему окошку эта кнопка должна привязана быть значит напоминаю что от слова self она как раз заменяет название нашего класса вот то есть мы создаем класс my widget вот который и является окном именно к этому классу будет привязана кнопка так сейчас все работает так ну что ж тут вот приведена еще одна команда давайте тоже скопируем вот значит с geometry это задать геометрию кнопки так ну значит смотрите тут я просто вызвал команду конструктора вот но на самом деле если я хочу что-то сделать с этой кнопкой мне нужно создать переменную для этого объекта поэтому я делаю переменную пускай май батон моя кнопка вот сделаю переменную вот в нее будет создаваться эта кнопка то есть вот при обращении к этой переменной я получаю вот как бы возможность обратиться к этому объекту так и теперь уже я вот это вот май батон вызывая вот этот вот метод с геометрия который задает размеры моей кнопки так давайте запустим значит видим что изменилась кнопка что первых она скажем так передвинулась на расстояние 10 пикселей по вертикали и парикой по горизонтали вот и значит давайте по-другому скажу значит вот этот вот метод с геометрия как работает значит он вызывается от кнопки вот и первые два параметра это левый верхний угол кнопки то есть вот этот вот а вторые два параметра это координаты правой правого нижнего угла то есть вот это вот угла значит координаты отсчитываются от вот левого верхнего угла экрана значит ну допустим вот я сейчас первая координата по x 2 по y вот я допустим сейчас изменю 60 на 160 и кнопка станет очень длинной вот теперь изменю 35 на там пускай будет 350 и кнопка станет очень как бы вниз вырастет вот она стала такой огромной что даже не помещается в нашем виджете так вот так ладно поставим параметры которые были изначально вот так значит мы сделали кнопку мы немножко ее переместили изменили размер так теперь давайте присвоим ей какое-нибудь действие так для этого вот такая волшебная строка используется значит у каждого виджета есть оператор точнее есть метод connect значит он связывает сигнал и слот что такое сигнал что такое слот значит у каждого объекта в кьюти есть свои сигналы и свои слоты то есть условно говоря кнопка может послал кнопка обладает сигналом клик то есть когда мы ее нажимаем то кнопка посылает этот сигнал вот и например вот q up переменная вот это вот сам само наше предложение приложение целиком вот оно обладает слотом выход то есть выйти из приложения вот и вот этой вот командой мы связываем сигнал кнопки клик то есть нажатие вот с со слотом приложения выйти значит еще раз вот по поводу синтаксис а кстати чем ошибку мне выдает так чего global name кьютку ага все понятно так значит я забыл вот здесь вот в импорте импортировать модуль кьют корр без него сигнала и слоты работать не будут так то есть кьют модуль кьютку нужен для того чтобы работать с интерфейсом а кьют корр нужен для того чтобы работать с сигналами и слотами так много все равно чего-то не нравится так 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 странно вроде взял просто скопировал так ага все понятно лишь название это кнопки изменил на мой батон а здесь то кнопка называется кьют квит вот так но теперь ты будешь работать ура так ну давайте проверим вот нажимаем закрывается так еще раз значит про синтаксис вот этого вот метода connect значит мы указываем объект и сигнал этого объекта потом мы указываем с чем связать опять же объект и слот этого объекта то есть первым у нас идет май батон и сигнал нажатия второе у нас идет объект наше приложение и слот закрыть вот значит как вообще узнавать все вот эти вот сигналы и слоты они перечит перри перечислены в документации которую нужно читать я в следующих уроках они расскажу вот но пока нужно как-то вот просто принять что вот у нас есть кнопка мне есть некий сигнал вот он как бы создается когда мы нажимаем на эту кнопку вот и мы связали этот сигнал закрытием значит давайте еще раз запустим нажимаем и приложение закрывается